1, 2, 3 Как убрать неприятную волонистую пленку? Что такое белое на мыльной основе? Девочки, отдайте нам резиночку, пожалуйста. Очень необычное ощущение. Но приятно. Испачкаю стол, руки, одежду, детей, собак. Час. Сегодня мы ответим на один из популярных вопросов, как мыльной основы Max Oil убрать неприятную волонистую пленку. В принципе, она на ходовые свойства готового мыла не влияет, но иногда хочется, чтобы оборотная сторона мыла выглядела тоже эстетично. Поэтому сегодня мы с вами сделаем так, чтобы наша красивая мыльца в виде красивых цветов из силиконовых форм в букетах. Выглядела эстетично как сверху, так и снизу. Давайте мы с вами начнем с мыльной основы. Я специально выбрал основу с большим количеством пены. Часто спрашивают, а что такое белое на мыльной основе? Это обычная пена. Все-таки это мыло, а мыло имеет свойство пениться. Чем больше пен на основе, тем она лучше. Еще возвращаемся к моменту, который мы обсуждали в прошлых роликах. Цвет неоднородный. Внутри основа белее, снаружи она чуть-чуть темнее. Это нормально. Это все хорошо, это значит, что основа качественная. Я предлагаю сегодня смешать обычную мыльную основу и мыльную основу Max Oil. Смешивается она абсолютно легко. Для этого мы берем весы. Я предлагаю смешать 50 на 50. То есть взять 50% прозрачной мыльной основы. Видите, какая она прозрачная. Это кусочки уже сваренные. Это кусочки, которые еще не были сварены. Вы можете переварить мыло, которое у вас когда-то не получилось. По отзывам наших покупателей, мыльная основа Max Oil легко смешивается с прозрачной мыльной основой любых производителей. Поэтому мы рекомендуем, конечно, с мыльной основой марки Актив. Итак, мы будем добавлять масло миндаля. Мы будем окрашивать и мы будем ароматизировать наше готовое мыло. Мыльная основа Max Oil, напомню, принимает до 30% абсолютно любого масла. До 100% определенных видов масел, с которыми нужно экспериментировать. К слову сказать, миндаль, которую мы будем использовать, вполне себе принимается до 100%. Итак, мы смешиваем 50 на 50 мыльную основу Тифмак Сойл и обычную прозрачную мыльную основу. Режется она легко. Пенку можно не срезать, она расплавится впоследствии вместе с обычной основой. Итак, для 100-граммового кусочка возьмем 50, можно даже взять 40-40 и добавить еще масло. Теперь масло. Как высчитать масло? В данном случае нам нужно 30% от 40, то есть мы умножаем 3 на 4 и получаем 12 грамм. 30% от 40 грамм получается 12 грамм. Льем. Много, правда? Я рекомендую плавить вместе масло и мыльную основу. Все это в микроволоке. Пока у нас плавится основа, я предлагаю открыть форму. Качественные силиконовые формы, они делаются из зеленого силикона. Они в такой упаковочке, в термоусадочной пленке, то есть форма всегда чистая, всегда в заводской упаковке. Мы ее открываем. Форма имеет вот такой волнистый разрез для удобного извлечения. Так обычной резинкой они скрепляются и волнистый разрез не позволяет вытечь мыльную основу. Конечно, прозрачная мыльная основа плавится гораздо быстрее. Сразу откроем еще одну форму. На каждой форме есть название вот этой камелия. Ее артикул 996, на сайте очень легко найти. А здесь Narciss 3D, его артикул 1002. Можно в поисковике на сайте просто нажать 1002, награть, и сразу эта форма у вас найдется. Все расплавилось, масса абсолютно однородная. Берем красный краситель. Температура плавления основы ActiveMax Oil практически на 30% выше, чем обычная прозрачная или белая мыльная основа. То есть, если прозрачная плавится при температуре 55-65 градусов, то эта основа в среднем 75-85 градусов. Потому что она содержит большое количество органических растворителей, температура плавления которой гораздо выше. Обращаю внимание, что при добавлении красителя всегда старайтесь сделать так, чтобы в стакане основа была немножко светлее. Потому что при застывании она все равно еще потемнеет. Добавляем несколько копей антушки. Сейчас тренд на все натуральное, поэтому добавление масла в мыло это тренд этого года, этого сезона. Поэтому я рекомендую все-таки делать мыло с маслом. Пускай противники говорят о том, что время взаимодействия масла с кожей невелико. Но ощущение после использования такого мыла гораздо лучше, чем после использования обычного мыла без масла. Проливаем везде, потому что форма объемная. Теперь остальным не застывать. Проделаем ровно то же самое, чтобы залить жертвенький цветок. К слову сказать, сейчас наступает летний сезон и большое количество мыльных магазинчиков выезжают на природу. Делают открытые точки продаж на улице. Перепады влажности, перепады температуры пагубно влияют на обычную основу. Она начинает потеть. Снова приходит на помощь основа Максойл. Она абсолютно не потеет при припадах влажности. Она абсолютно не потеет при скачках температуры. 40 грамм мыльной основы прозрачной и 40 грамм Максойл. Чем мельче мы нарезаем, тем быстрее основа плавится. Как на водяной бане, так и в микроволновке. Добавляем опять же 12 грамм из расчета мыльной основы Актив Максойл. Мы всегда считаем масло по основе Максойл. Очень необычное ощущение, когда в мыльную основу приешь так много масла. Но приятно. У нас расплавилась вторая часть нашего балета. Запах у обычной основы Максойл присутствует. Небольшой есть, но он элементарно и очень просто перебивается оттушкой. В своей базе Максойл пахнет, кто чем его сравнивает. Кому-то это кажется запах ванильки, кому-то это кажется запах масел. Сказать однозначно, что пахнет исключительно тем-то и тем-то. Каждый чувствует в этом запахе что-то свое. Это настолько уникальный запах. Но подавляющему большинству наших покупателей этот запах очень нравится. Совсем немножко красного красителя. Для того, чтобы чуть-чуть придать ему оранжевый оттенок. Чем хороши красители проколорки? Что их можно случайно уронить и они не разорвутся. А обычные красители разорвутся. И испачкают стол, руки, одежду, детей, собак, внезапно запрыгивающих. Вот это окошек. Еду, питье. Такой получился оранжевый. Апельсиновый. А ракушка у нас. Зеленый чай. Видите, на новых формах уже есть специальное окошко такое, которое препятствует разливанию излишне налитой мыльной основы. Оставшуюся часть, ее всегда можно переплавить, всегда можно удалить. Она уже с маслом. Видите, какой красивый цвет. Здесь мы зато с вами увидим ровность поверхности, которая застынет. Итак, наше мыло застыло. И теперь мы его вытаскиваем. Вот такая получилась. Она настолько прозрачная. Абсолютно сухой, абсолютно твердый, отлично мылящийся кусок. Здесь у нас 50% актив Максоил, 50% прозрачной основы и 30% масла миндаля относительно мыльной основы Максоил. Пахнет она отдушкой. Поэтому все отлично. Достаем цветочек. Это у нас Нарцисс 3D-шли. Вот такая красота получается из Нарцисса. Очень удобно использовать основу Максоил в совмещении с обычной основой, когда вы делаете мыльные букеты, когда вы делаете мыло на продажу с учетом того, что вы будете продавать его на улице в влажную погоду, при перепадах температуры. Потому что при добавлении, вот какая получается красота, при добавлении Максоилов в обычную основу или при использовании ее как самостоятельную мыльную основу, готовое мыло не потеет, оно не покрывается капельками влаги. Оно абсолютно сухое, не жирное, очень удобное, практичное, достаточно плотное, твердое. Поэтому даже если покупатели будут щупать, трогать, смотреть, основа абсолютно к этому пригодна. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok